Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы записываем цикл бесед, называющихся «Жития святых» во свете Библии, чтобы все это видели открытым оком. Что Бог нам хочет сказать? Вопрос 2032. Есть ли оправдание или обоснование подвига безмолвия, голодания, столпничества в трудах святых отцов на основании Священного Писания? Ответ. Ответ. В этом молчании просматривается явное неверие в искупительную жертву Христа. Будто бы заслуг Христа недостаточно, а нужны эти выдуманные «подвиги», соревнования. Кто кого перемолчит, переголодует, перестоит. А в это время дьявол не молчал и трудился, и народил столько плевел, ибо поле оказалось вовсе и не засеянным христианами. Матфея 13.25. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевел и ушел. Ну, когда спали? Ну, спали, молчали. Это ясно. Это молчание еще сгодится молчальникам. Матфея 22.12. И говорит ему, друг, как ты вошел сегодня не в брачной одежде? Он же молчал. На суде Божьем молчал. Вот оно, куда привело молчальничество. Молчальничество – это ад. Это гнев Божий, притом безответный. Здесь они еще накручивают что-то. Псалтырь монахи считает день и ночь. Не могут же они совершенно ничего не применять к себе, что читают. Псалом 44.2. Извелось из сердца моего слово благое. Я говорю, петь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Язык, не рука. Тростью скорописца может быть язык говорящего, а не язык молчуна. Псалом 50.15. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Это все сходится с Писанием. Вера от слышания. Кого ты научишь в норе, в пещере? И кто обратится? Разве только случайно забредшую путану? Григорий Палама. 14 ноября. И вот однажды в праздник Антония Великого, первоначальника идиноченского жития, когда другие иноки, ученики Блаженного Исидора, совершали все ночные обдения, а Григорий оставался в своем затворе, вдруг в видении явился ему святой Антоний и сказал, «Хорошо, и совершенное безмолвие, но и общение с братством иногда необходимо, особенно в одни молитвы и псалмопении, даже от братьев удалялись, на службу не шли. Посему и тебе должно теперь быть с братьями на бдении». Повинуясь всему, Божественный Григорий немедленно отправился к братьям, принявшим его с радостью. И все ночные обдения протекло для них с особенным торжеством, потому что он там был. Серафим Саровский, 2 января, правым в затворе 5 лет, святой старец потом несколько ослабил его, сначала более лишь внешним образом, и келейная дверь у него была открыта, и всякий мог приходить к нему, но на вопросы, имевших нужду в его наставлениях, он принял на себя обет молчания перед Богом. Не отвечал, безмолвно продолжая свое духовное делание. Вот представьте, люди приходят, он молчит, дверь открыта, а толку-то от этого. Ипатий, 21 сентября. Он стремился к тому, чтобы постоянно пребывать в безмолвии. Сделал Ипатия против его желания один епископа Мазийской церкви, сказав, не подобает такому святильнику быть в пустыне под спудом, он должен находиться на престоле святительском, чтобы просвещать церковь учением Христовым. И вот сказали просвещать церковь учением Христовым, и все забыто. Это никуда не пошло. Они на плакат не выставили эти слова, молчальничество. Яков, Постник, 4 марта. Они заговорят монахи, когда будут допрашивать их следователя НКВД. Тут они наговорят. Они многое расскажут, как Иосиф, Санкт-Петербургский митрополит. Все выдаст, всех до одного. Когда же блаженный не отворил ей, она еще усерднее стучалась, досаждая ему многими мольбами. Наконец святой отворил дверь и увидел стоящую женщину, подумал, что это привидение. А посему, оградившись крестным знамением, точно тщательно запер дверь. И, возвратившись в келью, стал лицом к востоку, с усердием молился Богу, чтобы он отвел от него бесовское искушение. А между тем наступила полночь, а женщина не переставала стучаться. Наконец она громко закричала святому, помилуй меня, истинный раб Бога Живого. Отвори мне дверь, дабы я не была перед твоей кельей съедена зверями. Преподобный Иаков подумал, что уже полночь, а кругом множество зверей. Хотя я неохотно отворил ей дверь и сказал, откуда ты пришла и чего здесь ищешь? Женщина отвечала, я из монастыря и по делу посланный игуменей в город. Но вот когда я возвращалась, меня настигла темная ночь. Я заблудилась и пришла сюда. Молю тебя, Божий человек, смилуйся надо мной и не допусти быть растерзанной зверями около твоих дверей. Но разреши мне сию ночь остаться у тебя, пока не наступит день, и я пойду своей дорогой. Преподобный Иаков милосердовал о ней, ввел ее к себе и, предложив ей хлеб и воду, сам затворился во внутренней келье, а ее оставил во внешней. Она, вкусивши хлеба, немного уснула. Потом, притворившись больной, начала горько плакать и стонать, и припав к двери внутренней келье, молила преподобного помочь ей. Святой, посмотрев через окошко, увидев, что она заболела, недоумевал, что сказать ей или что сделать. Женщина же молила его, умоляю тебя, отче, говорила она, снизойди к моей немощи и огради меня крестным знамением, поелику у меня сильно болит сердце. Да по-славянски разговаривай, то не мог не открыть. Святой, послушав ее мольбы, вышел к ней, и, точа зажигший огонь и принеся святой Илей, какой имел у себя, сел около нее. Держа свою левую руку на огне, святой обмакнул правую руку в святой Илей и прикоснулся к телу женщины, то твоя крестное знамение, то помазуя и согревая рукой ее сердце, ибо она жаловалась на сильную боль в сердце. Движим и нечистыми пожеланиями, женщина хотела им святом возбудить похоть и склонить его ко греху. И потому говорила ему, умоляю тебя, отец, еще помажь меня Илеем и согрей рукой мое сердце, дабы совсем прекратились мои страдания. Блаженный Иаков, будучи прост сердцем и не злобив, поверил словам женщины и исполнил, что она просила. Вопрос 2033 В наше время мир захлестывает поток сквернословия, праздословия. Если такое же было и в прежние времена, так может быть и оправдано было стяжание молчальничества святыми мужами и женами? Ответ Молчание – вещь очень нужная. Но ведь речь идет не просто об умении выслушивать, умении молчать и быть руководителем своего языка, уметь его обуздывать. Дело-то в том, что придумали вообще молчание длиной в год в жизнь. Молчание ради молчания и самоуглубления. Ради того, чтобы не проповедовать, чтобы погубить себя, чтобы зарыть талант. Молчальники идут против Евангелия, против здравого смысла, против Духа Божия. Матфея 10, 32, 33 Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным. Неисповедование, жизнь без проповеди, есть полное отречение. Иных вариантов Христос не предписал нам. Монашество рвало Библию, слова Христа по частям. Матфея 19, 21 Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за Мною. Просидите внимательно за речью Христа и объясните тому, кто хотел быть совершенным, как монахи. Не просто верующим, но по самой высшей мерке. И вот они первую часть прекрасно усвоили. Раздать имение своих родителей. Сами-то в том еще, как правило, не принимали участие. Не сами копили это богатство. А дальше слова Христа полностью истребили и замазали. Исследуй за Мной. За Христом, значит, идти в мир со Христом. Нести Слово Божие погибающему миру. Не сказал Христос, вопрошавшему юноше, чтобы он раздал имение и спрятался в монастырь, который тогда и не был еще придуман. Серафим Саровский, 2 января. Когда мы в молчании пребываем, говорил впоследствии преподобный Серафим, тогда враг дьявол ничего не успеет относительно к потаенному сердцу человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. От уединения и молчания рождается умиление и кротость. В соединении с другими занятиями духа молчальничество возводит человека к благочестию. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Ты только сиди в келье своей во внимании и молчании и всеми мерами старайся приблизить себя к Господу. А Господь готов сделать тебя из человека ангелом. Исайя, 66, 2. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мир души. Молчание учит безмолвию и постоянной молитве, а воздержание делает помысл неразвлекательным. Наконец приобретшегося ее ожидает мирное состояние. Акепсим, 3 ноября. Святой Акепсим жил в царствовании Феодосия Великого. Затворившись в малой келье, он прожил в ней 60 лет, перенося сильный жар и холод, никого не видя, ни с кем не беседуя, и только молясь Богу. Келья была выкопана в земле и была очень неудобна для обитания. Пищей же ему служила щечевица, смешанная с водою. Да и то однажды в неделю. Необходимую для питья воду он черпал с ближайшего источника ночью, чтобы не быть кем-либо видимым. После усиленных просьб он принял сам епископа и, сотворив многочисленные чудеса, в мире предал дух Господу. Поликарп, 24 июля. После его смерти возникло большое затруднение в монастыре. Братья не могли себе избрать нового югумена, хотя многие из блаженных старцев были достойны такого сана. Но ни один не хотел его принять по своему смирению и обету безмолвия. Им казалось лучше быть в повиновении, находиться в уединении, чтобы своего сокровища добродетели, собранного упорным трудом, не расточить в заботах и печалях, которые собыкновенно неразлучны с начальствованием. Пимен Великий, 27 августа. Однажды пресвитеры страны той посетили монастырь, в котором пребывал преподобный Авва Ануви, желая хотя несколько угостить их, вошел к преподобному Пимену и сказал ему об этом. Однако Пимен не дал ответа, но пребывал в молчании долгое время и отошел от него Авва Ануви с печалью. Потом братья бывшего у него спросили его Авва Пимена, почему ты не дал ответа, Авва Ануви? Старик же отвечал им, я не имел для сего орудия, то есть языка, ибо я мертв. Мертвый же не говорит, посему не считайте меня пребывающим с вами. Вот наконец он поднялся до такой высоты, даже в монастыре, но не считайте, что я с вами. Это не гордость, это смирение. То есть все перевернулось в сознание монахов. Семь лет, если он в молчании, наступает необратимый процесс разложения личности. Это сегодня любой психолог скажет. Вопрос 2034. Чьим указанием следовали основатели монашества? Каким духом они прозревали будущее своего детища? Было ли хотя какое-то представление о последствиях у тех, кто изобрел монашество, что это серьезно и очень-очень надолго? Ответ. В истории самые великие преступления против человечества никогда заранее вдаль не просчитывались. Думаю, что и здесь тоже. Кто-то давал им видение, это скрыл очень тщательно за 10 завес. А может быть изначально все это не так замысливалось. Не худо, чтобы кто-то учил бороться с плотью, готовить миссионеров в отдельной местности. У католиков слышал, каждый священник должен недели-две в году побыть в отдельной келье, обдумать все. Это как раз и нужно сегодня нам, всем. Сегодня строятся две башни, проповедь и молчание. Над кем будут смеяться? Лука 14, 28, 30 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Сонмище моих недругов выполняет роль посланника к пророку Михею. Третий ансарс, 22, 13, 14. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты добрая». И сказал Михей, «Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь». Эти посланы пишут и умоляют, «Пусть бы твое слово было согласно со словом каждого из них. Чтобы сказал и я, что монашиство сам Господь основал, и что оно божественное, бессмертное, и на нем, где все христианство стоит и стояло, и будет стоять. Но мой Бог не позволяет мне сказать так. И я твержу день и ночь. «Жив Господь!» Я изреку то, что скажет мне Господь». В Орлам Пещерский, 19 ноября. Отец жалился над сыном, и, боясь, как бы он не умер от голода и холода, призвал его и с любовью поцеловав, отпустил в пещеру. И произошло тогда дечто весьма удивительное. Послышались в доме рыдания и вопли, как по мертвеце. Плакали все. Отец с матерью о том, что лишается сына. Невеста о том, что разлучается с женихом. Рабы и рабыни о том, что покидает их добрый господин. А святой Орлам, как птица, вырвавшаяся из сети, быстро направился к пещере. Находившиеся в ней иноки, всем сердцем обрадовались, увидев Орлама и прославили Бога, услышавшего их молитву о нем. Вот и все. У него другого желания не было. Плащут, стонут. Какая польза была бы в миру, это вообще вопрос не стоит. Келья? А какая келья? А не под землей было, уже накопали пещеры. И он туда нырнул. Феодосий Черниговский. 5 февраля. Отец Феодосия по имени Никита был священником в Малороссии. Мать называлась Марию. Родители воспитывали своего сына и в страхе Божьем, и христианском благочестии. Под влиянием их наставлений он еще с самых юных лет получил задатки того благочестия, которым украшалась вся его последующая жизнь. Здесь, под влиянием и руководством благочестивых наставников, упражняясь в изучении священного писания и святоотеческих творений, святой стремился по ним устроять и свою жизнь. Принял монашество, к чему еще в школе стремилась пламенно жаждавшая духовных подвигов душа его. Вопрос 2035. Кто из возрожденных монахов пытался придать монастырям подлинно духовный смысл, как местам, где готовят проповедников, где могут быть обихожены старые труженики, где может быть школа для молодых благовестников? Ответ. Таких не было и, похоже, не дождаться. У католика все же дождались Мартина Лютера. Но тот просто ликвидировал монашество. Но монашество нужно. Повторяю, нужно. Монастыри нужны. Но не в таком виде. Они должны быть школами, местом отдыха и упокоения. Без всяких обетов молчания. Эти обеты объявить злобным заблуждением невежд. А обет один. В крещении быть верным Духу Святому. 1 Петра 3, 21. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской, не чистомоития, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Уже спасает в крещении. Какие еще могут быть обеты высшей доброй совести? Исидор Пелосиоцкий, 4 февраля. В послании своем к Антоне, схоластик, он говорит, хранящих девства должно уподобрять солнцу, вдовствующих непорочно луне, а живущих честно в супружести звездам, подобно тому, как и святой Павел говорит. 1 Коринфянам, 15, 41. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разница в славе. Вот они как понимали. Сами назначили себе сравнение. Подобно сему Исидор пишет к епископу Аполлонию. Так как неприлично не следует с принуждением привлекать к благочестию людей, созданных свободной волею, не выражающих своего изволения и противящихся, то должно тебе озаботиться о том, чтобы просвещать проребывающих во тьме добрым наставлением, доброй жизнью и добрыми нравами. Прямо показывает. Вопрос. Чем можно объяснить стремление обрести спасение только в монастыре? Ответ. Не знанием Слова Божия и не верим Богу, Его силе, спасти в миру, как Он учил. Ям 17, 15. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Где? В мире. Ну раз нет. Не изъять из мира. Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божия. И дойти до этой мысли совсем уж нетрудно. Но вот так привыкли друг друга услощать путь, как будто удобно жить в тишине и в мире небожьем. Господь мой осудил эту соглашательскую позицию типиконщиков и любвистов. Мой Бог повелевает искать славу от Него, угождая только Ему. По слову Его. Его слова так и говорят над нами. Яна 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете. Монахи принимали славу друг от друга. Постоянно хвалят. Безмерно. И он говорит, как можете веровать? То есть это несовместимо, если от друга принимаете друг от друга славу. А от единого Бога они ищут. А так, а мы же о Боге думаем. Ну это вы думаете. По слову Божьей должно быть. Аполлинария 5 января. Имя всей последней было Аполлинария. Когда же она достигла совершеннолетия, родители ее стали помышлять о том, как бы выдать ее замуж. Но она отказывалась от этого и говорила им, я хочу уйти в монастырь, слушать там божественное писание и видеть чин монастырской жизни. Петр чудотворец 3 мая. Когда родители преподобного приняли иноческое звание, а вскоре за ними постриглись в монашество и два брата его, Павел и Дионис, то и он, подражая им и желая проводить одинаковую с ними жизнь, также принял иночество вместе с братом своим Платоном. После сего и преподобный Петр, уходя от усиленных просьб принятия епископства, пришел к брату своему Павлу в Коринф и наложил на себя обет молчания. Но пробыл в нем один только год, не довершив своего подвига до конца, так как пришли к Павлу в Коринф из далекой страны знатные люди и владельцы кораблей и просили его поставить им во епископа брата его по причине того, что епископ их скончался. И как по кончине своей он совершал чудеса, источая из гроба своего благоухания, изгоняя бесов и исцеляя всякие болезни, а также вразумляя тех, кто искал этого у гроба его. Пахомий Великий, 15 мая. Однажды, когда Пахомий собирал тростник для своего рукоделия, ангел Господень явился и сказал ему Пахомий, 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 воля Божия, чтобы ты служил роду человеческому, чтобы ты воссоединял людей с Богом. Когда ангел Господень удалился, Пахомий остался и смотрел вслед его, говоря, это дело Господне. Собрав немного тростника, он пошел в свое обиталище. Иероним в Средонске, 15 июня. Во время этого путешествия Иероним, по его собственному выражению, на полуварварских берегах Рейна впервые почувствовал желание служить Богу. То есть в нем начало пробуждаться стремление к монашеству с его обетом девства и бедности. Ифимий Новый, 15 октября. Нашелся ему и спутник, инок, Феостерикт, так же, как и он, жаждавший высших подвигов и иночества. Путь с Олимпы на Афон проходил мимо Некомидии. Прибыв в Некомидию, Ифимий был утешен радостным известием, что живы все, пресно его, некогда оставленные им в отчим доме. Желая облегчить их скорбь о разлуке с ним, он послал им святой крест и наказал посланному передать им, что уже нет более у них родственника Никиты, а ясинок и Фимий, который советует им последовать его примеру. Плакали сначала родственницы, получив от него такое известие. Но так как велика была любовь их к нему, то они впоследствии, укрепленные помощью свыше, решились и сами последовать примеру Ефимия. Кроме дочери преподобного, которая все время вышла замуж, все они делались инокинями. Агапит Исповедник, 15-18 февраля. Император хотел наградить святого, но преподобный не стал просить никакой другой награды, как только того, чтобы ему позволено было оставить военную службу и возвратиться к возлюбленной им иноческой жизни. Император оказал ему в этом содействие, и он, оставив воинское звание, возвратился в ту же обитель, где подвязался и раньше. Георгий, епископом Ассийский, 21 февраля, когда он достиг отроческих лет, то стало приходить в исполнение, предсказанное о нем, ибо он оказывал блестящие успехи в светских и духовных науках, и родители, видя это, прославляли Бога. Пришедший в совершенный возраст и окончив образование, преподобный Георгий оставил свое отечество и удалился в Сирикийские горы. Здесь он встретил одного благочестивого старца, принял от него иноческое пострижение, и под его руководством стал проходить иноческую жизнь. После кончины старца преподобный ушел в Ваниссу и предался здесь суровым подвигам постической жизни. Зивин, 23 февраля, преподобный Зивин подвязался на одной горе. Устроив себе на ней жилище, он всю жизнь свою до глубокой старости провел в иноческих подвигах на одном и том же месте. Преподобный Полихроний был учеником святого Зивина, и, подобно воску, сохраняющему на себе отражение прикоснувшегося к нему пальца, в жизни своей был полным отображением добродетели своего учителя. Верик же преподобный не пожелал на себе наложить, так как, не имея на то примера в жизни своего учителя, опасался вести кого-либо в соблазн, а вместо Верика он носил на плечах своих вырванный им из земли корень большого дуба, который был так тяжел, что его нельзя было сдвинуть с места двумя руками, и этим отягощал свое тело. Преподобный Моисей и Дамиан были учениками святого полихрония. Преподобный Моисей подвязался вместе со своим учителем и, переняв от него его добродетели, жил во всем, подражая ему. Преподобный же Дамиан удалился в одну обитель по имени Иера, и, нашедший там пустую келью, стал жить в ней, подражая жизни своего учителя. В жилище чего не было ничего другого, кроме небольшой коробочки с малым количеством щечевицы, которой он и питался. Такую великую пользу получили эти преподобные от сожительства со святым полихрониям и в благочестии окончили свою жизнь. Если бы это писал не монах, он бы сказал, какой урон, какой вред они получили от сожительства с этим несчастным полихронием. Макарий Калязинский 17 марта до пострижения в монашество Макарий носил имя Матфея. На седьмом году родители отдали его в обучение грамоте. Юному Матфею она далась скоро, и он скоро пристрастился к чтению. Читая божественные книги, он вникал в их содержание и принимал к сердцу просчитанное. Проводя в супружести благочестивую и чистую жизнь, он заключил женой условие, что тот из них, кто и живет другого, не останется в миру, не вступит во второй брак, а примет монашество. Через год после женитьбы Матфея умерли его родители, а потом еще через два года, по воле Божией, скончалась его супруга Елена. Теперь Матфей ничего другого не желал, как исполнить давнее свое намерение, покинуть мир и принять иноческое пострижение, и ничто не мешало ему теперь осуществить свое желание. Немедленно он по заповеди Христовой раздал свое имущество нищим, ушел в ближний монастырь и постригся выночица с именем Макария. Там написано «Раздай имение, следуй за мной». Дальше они не шли. Симеон Симеон Юродивый 21 июля «Послушай меня», отвечал Симеон, «Я хочу, чтобы мы, как вышли из мира, так и отсюда уйдем на еще более безмолвное пустынное житие. Ибо с тех пор, как облег нас честной игумен во святой сей образ, разгорелось мое сердце от некоторого чудесного желания, и душа моя никого не хочет видеть, ни говорить, ни слышать чей-нибудь голос, но желает оставаться в полнейшем от всех удалении и в глубоком молчании». Симеон, ответший игумена, отдельно сказал «Умолю тебя, отче, ради Господа, помолись усердно за брата моего Иоанна, да изгладится из ума его память о жене, чтобы вследствие вражеского искушения не оставил меня, и я истаю от сожаления разлуки с ним. Помолись об отце, родившем его, да утешить его Господь, чтобы он не печалился об отставившем его сыне». Также Иоанн, отвершив старца, в сторону умолял «Бога ради, отче, не забудь святых твоих молитв брата моего Симеона, да не удалиться от меня к матери, увлекаемой любовью к ней, а иначе пристань послужит нам местом потопления». Удивился старец, таковой между ними любви, и, обещав молиться за них, благословил их, огорождая крестным знамением и отпустил с миром. Благословен Господь и слава ему вовеки. Аминь.